Доброго времени суток! Добро пожаловать на продолжение выживания в Arex Survival Evolved. Сегодня я покажу вам как можно соло фармить связки с Аль Анкио. Это существенно дольше чем в паре, но вполне себе реально. И мы начнем с этих камней. Я позаимствовал ребят хороших Аль Анкио и Кельцали. Сейчас попробую изобразить что-нибудь с их помощью. Так... Первый метал не так кто-то пошел. Кельцали бьет по-моему. Сейчас Кельцали сам усует в защиту. Плохая киса пошла вон. Так... Огонь! Все здесь довольно просто. С нововведением, когда можно стригивать на нужную вам сторону, это гораздо удобней. То есть мы подлетаем к Кельцалям, тормозим к Кельцалям, садимся на Анкио, въем Анкио, спрыгиваем Анкио налево, с Анкио налево вернее, и поднимемся обратно к Кельцале. Таким образом можно очень неплохо поднять себе ресурсор. Конкретно мне для постройки северной базы нужно что-то около 7000 металлов. Это... Ах ты сука! Гребаная... Тварь! Главная проблема в соло-фарме... Это гребаные аргентависы. ...потому что... ...загонять Анкио на Кельцаля в соло-фарме довольно проблематично. Для этого нам нужно... ...подогнать Кельцаля... ...правильным углом и... ...хлыст. Да... Не думаю что это так скоро случится, но... ...надеюсь у меня получится. Несмотря... ...на этот маленький косячок. Попробуем поместим Кельцаля по хвосту, посмотрим что-то будет. Да... Блин, это будет не очень удобно, но... ...лучше чем ничего. Валага Сплэш Анкио позволяет... ...видите, он практически в любом направлении... ...сё бы не задумываясь. Да... ...гениально. То что надо. И сейчас таким образом мы... ...наблим себе металл. ...как... не будет возможности делать лишние круги по карте поэтому я, наверное, даже себе все оставлю посмотрим, посмотрим, не буду гадать просто прекрасно нет, не прекрасно, не достает он килом, блин, этот камень попробуем аккуратно довернуть Кицаля очень аккуратно, вот так вот берем Анкил, он его достает, попадает почему-то по камню вот тут мы все собрали дыгнул почему-то и не в ту сторону а, ну да, нажал на левую сторону это все не критично абсолютно подлетаем к следующему камушку берем по нему Так, летим к следующему, устанавливаемся, идем по нему, огонь, летим дальше, какой металл есть вон там, летим к нему, здесь этот котик не будет мешаться, отлично, ой-ой-ой, ммм, что-то я поторопился с излишками на самом деле, бывает-то он 11 тысяч, а нужно-то мне, кажется, что-то в районе 7, я ведь не учел переплатку, в ней съедается добрая половина добытого металла, мне-то нужно слитков или на 7, кажется, тысяч почему-то, ой, китайский телефон не признает мои отпечатки пальцев, к сожалению, меня это огорчает, ладно, сделаем его иначе, так, вот капиллятор сюда, мне нужно, блин, почти 8 тысяч перепланового металла, это, блин, 16 тысяч такого добытого, это грустно для меня сейчас, потому что только добыть очень тяжело, как говорят ребята в один смачок, мы так легко не сдадимся же, правильно, поэтому будем стараться, блин, вот этот камень нам не хочет отдаваться без двоя, рисковать анкину мы не будем, ну, чтобы его не скинуть, случайно полетим туда, где удобнее добывать, в принципе, добыть мы должны достаточно быстро, без особых проблем, не считая теплых аргентависов, которые скидывают ансула всего несиженного места, и дальше останется только переплавить и скрафтить, ну, спокойно за две ходки уберем нужное количество нам металла, тупые скорпионы пришли зачем-то, не хотят получить по лицу, один получил уже, сейчас получу второй, второй, походу, хороший уровень, раз он живет так долго под ударами этого анкину, ну, давай, умирай уже, да, с 35, кстати, у анкину 752 цента урона, почти 800, бывает он, твою мать, идите к черту все отсюда, так, они принялись за кицари, молодцы, тупые мелкие твари, идите в нахер отсюда, умолите все, так, давайте вот это вот все выбросим, надо мяско пускай пока будет, как ты, кстати, кушал, выкинь место потом, тьфу, нет, он нажал, бьем, спрыгиваем, а, я не туда ударил, да, садимся, бьем, спрыгиваем, садимся, приезжаем, присаживаемся, бьем, спрыгиваем, и так, пока не соберем, нужное нам количество ресурсов, забиваем дерево, чтобы не зацепить его анкины, круто, что-то, где комочки собрать, так, далековато, да, сел, к сожалению, далековато, делаем поближе, ой-ой-ой, так делать не надо, да, это я сейчас очень плохо сделал, попробуем немножко на тело поднимать вперед, ооо, да, не совсем то, что я хотел, то, чего я хотел добиться, но, сейчас попробуем вот таким вот макаром, ооо, кицаль сел вообще, ой, так, мимо, 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 понятно, мимо, все правильно, так, если не получится так же перепрыгивать на эти цели, ловко, то все равно так хорошо, порезаем еще много места, идем дальше, посмотрим, к этим залежам металла, да, елки-палки, ну, будем считать, что так и задумано, сделаем металл, что так и задумано, поправьте, аккуратненько, об камушек, повыше, по платформе, вы тупые, твари, идите лесом, отвалите, блин, моя твоя убивать, пошел отсюда вон, ладно, пошел нафиг, тупой скорпион, блин, откуда такие уровни берутся, блин, зачем ты его добил, ну, можно сразу, в принципе, скинуть все лишнее, лишнего тут приличное количество, эти металлы уже, две тыщенки есть, это мало, нам нужно, максимум, поэтому, нужно, немножко поднапрячься, да, он такой скорпион, сука, сука, отвлекаться на скорпионов, продолжим наш фарм, тут, я кажется, плохо подлетел, ну, с вами подостал, отлично, походу, ивент закончился, поэтому, что мне ресурсов падает, существенно меньше, чем, буквально на днях, да, долго я так буду фармить, да, долго я так буду фармить, очень долго, что печально, так, так, вот, вот, Продолжение следует... Из-за небольшой стычки с Рексом 5 уровней у меня произошло некоторое смещение анкилозавра на платформе. Но это оказалось даже плюсом, потому что, смотрите, вот это таким вот образом, ну, не совсем правильно, все джопы вперед главное, и чуть-чуть ниже, чем плоскость нашей платформы. Твою мать, анкилозавры, суки. В общем, в чем идея? Мы садимся на анкилозавра, мы спрыгиваем с анкилозавра и сразу перепрыгиваем на китсаль. Так, сейчас не получилось. Еще разок. Мы залезаем на анкилозавра, взяли на анкилозавра, залезаем, оп, и сразу переключаемся на китсаль. В идеале это у меня получилось сделать одним движением, сейчас почему-то перестало получаться, но суть в том, что не нужно вообще никаких движений делать. То есть мы берем и сразу перепрыгиваем, все равно животное на другое. То есть если анкилозавра правильно, то скорость формы увеличивается в разы. Это важный момент. Что для сона рекомендую ставить его именно так. Конечно, могу быть неправ, но мне кажется, это не очень неплохой вариант. Блин, тупые алазавры. Каких выгоровней, ребята? 20-й и 35-й. Ну, если подойдут, мне Кока-Коша. Очень быстро. Ты уроды, блин, задолбали меня, а? Анкилозавра, покажи им класс. Ну, что ж-то, немножко залагали. Ничего, порвались, ребят. Ну, вот так вот они у нас благополучно умерли. Оба. Так, садимся теперь на кит-саня. И что мы делаем? Вот у нас упал анкилозавра. Мы поддерживаем вот такой высоте, чтобы платформа была чуть ниже текстур, чтобы анкилозавра точно попал на них. И теперь, блин, стараюсь сейчас его поставить таким образом, каким я бы рекламировал. Так, ну. Надо чуточку повыше. Повыше он не хочет, да? Ну, давайте попробуем так. Посмотрим, да, он вроде держится. Нет, это плохо. Надо выше. Надо выше. Вот хоть немного, да. Вот это должно быть отлично. Садимся на кит-сале. Мы защищаем путь. Увалим эти дебильные деревья. Ну, давайте попробуем сейчас... О, даже немножко подвину на огонь. Сейчас сажусь на анкилу. Пойдет к камень, спрыгиваю и сразу же... Ага. Анкила стоит далековато. Сразу на башку специально прыгнуть не получается. Жаль. Сейчас он сейчас голову повернул, сейчас попробуем. Оп. Оп. Да, получилось. Раз, то, о чем я и говорил. Опасно сейчас я делаю. Ой, опасно, блин. Я дурачок. Я все запорол. Ну, и так и вставлять нельзя, надо его подвинуть обратно. Ой-ой-ой, анкила ушел. Сейчас мы будем его перенасставлять. Ну, это, наверное, главная, уже была единственная проблема с алло-фармом, не считая времени. С которой приходится сталкиваться довольно часто. Особенно, если у вас проблемы с подбором анкила, даже в парном фарме, то с алло, наверное, не для вас. Что-то очень сильно может вывести из себя, и, в принципе, весь фарм свести на нет. Ну, даже в некоторых терминалах, может, подбором анкила обладают, слава богу. Я его часто роняю, поэтому приходится частенько подбирать, и я, вроде, к этому более-менее привык. Но если у вас все будет в себя, если вы сразу психуете, хотите все бросить, то лучше вам в соло не фармить. Потому что в соло это гораздо сложнее делать. Сейчас мы немножко дерево забили, судя по всему. Да, именно так. Вон, достали второй камушек, огонь. Оп-оп, сразу перепрыгнули с анкилами эти цели, одним движением. Что-то два нажатия. Так, что-то на голову повернуло, отлично. Оп-оп. Я сказал оп-оп. Сейчас немножко не получилось. Наверное, что-то лагануло. Так, он повернул голову, отлично. Так, он силка проголодался. В всякий случай, убирал второй камушек тоже. Оп-оп. Огонь. И продолжаем подниматься. Склон угары. Так. Сейчас анкилла почему-то голову к нам не повернул свою. О, только я ко мне насобирал трехракашек зачем-то. Правильно это все. По той же схеме продолжаем. Немножко залагал. Так. Оп-оп. Оп-оп. И все. И мы снова тут. Рекс берет с этих горзатами. Мы им мешать не будем. Пускай ребята развлекаются. Так, а мы продолжаем сносить лишние камни, чтобы было удобнее пробираться к металлу. На самом деле уже пора бы скинуть лишние. Ягоды, дерево, камень, кремень. Ну, немножко анкиллу по куцаре, поэтому русской ягодки он кушает. Так, семена, солома, наркобыли. Все это не нужно. Так, сколько мы собрали? Посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. По идее, мы можем собрать еще. Продолжим. Ну, что же, смотрим, сколько у нас получилось в итоге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Почти 11 тысяч в итоге мы нас собирали. На выходе получится, там, где-то, пять с чем-то тысяч металла. На предварительную застройку севера нам нужно хватить. Сейчас мы летим на разгрузку. Чтобы их можно быстрее освободить специально, потому что он не наш. Хозяин как раз зашел в игру, надо будет ему его отдать. Так сказать, чтобы мне не мешать вызываться нашим коллегам. Ну, что же. Вот мы и прибыли. Сейчас мы попробуем, блин, сделать по-человечески. Так, официально что-то у меня там. У нас задирает. Хвыстом даем по анкиле, он ползает. Вот почему хвыст должен быть у каждого. Обязательно. Детей у нас очень сильно перегружен, и, кроме как хвыстом, мы его никак передвигать не способны. А если по нему ударить хвыстом, то, как раз он начинает двигаться. Почему-то он это делает очень плохо. Вот, он забрался по рампе, отлично. Теперь мы его... Ой-ой-ой. Так, мы сейчас по лишнему анкиле... По лишнему анкиле дали. Хвыстом это неправильно, нам так не надо делать. Вот. Пьем по одному, убираем с дороги васаби нафиг. Он здесь не нужен вообще. Васаби! Хватит срать, блин, давай, отходи. Так. Давайте. Еще чуть-чуть. Не хочет он целый идти дальше. Вот прям вижу по нему. Тут нам поможет другая особенность игры. Она же баг или фича, кому-то больше нравится. Что мы делаем? Мы садимся на нашего анкилу. Убираем некоторый угол наклона. Начинаем выбрасывать металл. Сначала выбрасываем, допустим, ну, пускай будет 3000, да? Спрыгиваем с анкилки. Вот эти 3000 лежат у нас перед нами. Ударяем хлыстом. И перекидываем их вот сюда. Разворачиваемся, напьем хлыстом еще раз. Так, почему-то у нас все не подбирается. Не знаю, с чем это связано, честно говоря. Это плохо. Должно было подобраться все, но давайте сделаем вот так вот. Китайской технологии. Так, опять почему-то не все странно. Ну, в принципе, вот. Больше половины мы за раз перекинули. Это очень здорово все равно. Пробуем еще раз. Садимся в нашу мембашину. Попробуем взять угол повыше, чтобы она дальше летела. Выкинем еще туда. Допустим, ну, тоже пусть будет 3000. Пробуем ударить. Ну, почти все опять мы добыли. Подобрали, вернее. Это нафиг нам не нужно. Так, и... Что мы делаем? То же самое, по сути. Но не с хрустатой. Вот, выбросили. Подобрали металл. И вот так вот за раз, довольно быстро мы скидываем по 3000 металла. Очень хороший способ. Идем дальше. Делаем по той же схеме. Почему я скидываю не сразу все по 3000? Потому что бывают разные особенности игры, назовем их так. Не будем называть их багами. Из-за которых возникают, так как сейчас, траблы. Видите, у меня не все подбираются только по 2000 раз. Вот, у меня уже спрашивают, где кицель. Так, ну вот. Сейчас надо ускориться немножко. Немножко ускориться. Оп. Так, так. Вот так. И там останется совсем чуть-чуть. По-моему, 8 слотов у нас осталось в плавилке. Сколько у нас осталось в анкиле? 3-4. Ну, как раз вот 8 слотов в анкиле есть. Сейчас мы печку забьем до краев. Тим-тим-тим. Вот так вот. Это мы возьмем себе. Такс. Надеюсь, в этот раз и получится хвостом подобрать сразу все. А, блин, опять не получилось. Слышь. У-у-у. Вот это я лоханулся. Это я лоханулся. Я-я-я-я-я-я-я-я. Оп. Все, броно сделать хитро. Не получилось сделать хитро. Ничего страшного. Перекидываем металл. Так, раз, два. Вот наша печка была получена забитая, так по-моему, она там уже что-то переплавилась. Ну да, почти старт здесь. Ну и вот, как-то так происходит соло-фарм. Как говорят наши мои ребята, как они любят говорить, в один смычок. По-моему, в плане себе неплохо. Я вижу этот способ наиболее оптимальным. И ничего лучше пока не придумал. Но если у вас есть какие-то еще идеи, говорите, будем пробовать. Испытывайте, так сказать, на практике. На этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важно. Что вы думаете? Помогло ли вам вообще это в вашей игре? Что вы хотели бы увидеть дальше? Про новое выживание писать пока не надо. Потому что у меня это еще в процессе. Мне еще очень многое предстоит построить, сделать. У меня очень большие планы на эту базу. Собираюсь немного заниматься выращиванием. Поэтому, начиная с нуля, не имеет пока возможности и особого желания. Потому что очень долго к этому всему шел. Поэтому есть пожелания по какому-то поворачиванию, по приручению. Также по каким-то моментам. Вот по соул-игре. Как по фарму, например. Как по стройке, там. Или каким-то еще особенностям, которые вас интересуют. Подпишитесь, задавайте вопросы. Я буду отвечать. Пописывать по ним видео. И стараться максимально полно и подробно ответить на ваши вопросы. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.